Добрый день, уважаемые коллеги! Доклад у меня не совсем типичный для юриста, но это результат нашего ноосферного подхода к существующим реалиям в условиях цифровой экономики меня и двух моих коллег-лингвистов по образованию. Это результат нашего коллективного труда. Тот факт, что цифровые технологии значительно трансформируют модели деятельности в бизнесе и социальной сфере, внедряя в жизнь не только новые подходы, но и существенно изменяя осуществление взаимодействия между государством и бизнесом, между бизнес-организациями, между бизнесменами и потребителями их услуг, сегодня ни у кого не вызывает никаких сомнений. Мы сегодня как раз и в первой части об этом говорили. Более того, именно благодаря информационным технологиям в современных условиях выводятся на первый план новые форматы коммуникативного взаимодействия, обусловленные экспонациональным ростом количества, качества и многообразия связей и взаимосвязей между организациями, гражданами, государственными органами, сопровождаясь при этом скачкообразной динамикой числа транзакций и объемов данных, приводя все к большей и всеобщей интеграции. Сегодня ни у теоретиков-исследователей, ни у практиков-профессионалов не вызывает сомнений тот факт, что данные изменения, обусловленные цифровыми технологиями, способствуют интенсификации, ускорению профессиональной коммуникации, формированию новых коммуникативных практик, использованию различного лингвистического инструментария. Все это суммарно приводит к очевидным трансформациям содержательного наполнения социальных процессов внутри профессиональной сферы, которая в последние годы становится все более многогранной, динамичной, изменяющейся, но не может не отражаться на формировании стиля мышления различных профессиональных групп. Профессиональное мышление, а именно преобладающее использование принятых в данной области приемов анализа профессиональных ситуаций, принциповый алгоритм взаимодействия внутри определенной профессиональной группы, типология ситуации профессионального взаимодействия, специфическая номенклатура коммуникативных интенсий, типовой набор коммуникативных стратегий их достижения, специальный тезаурус, находит свое непосредственное отражение в принципиально новых моделях профессионального взаимодействия, характерных для представителей определенного социального института, а именно права. Данные модели, будучи важным хранилищем и передатчиком основной массы социально значимой информации, зачастую имеют малоизвестную архитектонику, фрагментарно изученное содержание, невыявленные принципы генерирования и распространения интерпретаций. В современной коммуникативистике и теории дискурса практически полностью отсутствуют адекватные методы и методические приемы исследований этих новых информационно-коммуникативных моделей интеракции профессионалов с профессионалами, профессионалов с государством, профессионалов с обывателями. Хотя сегодня фиксируется значительное количество отечественных и зарубежных работ, посвященных исследованию различных языковых уровней профессиональной коммуникации, существует только лишь разрозненные исследования отдельных аспектов и этапов профессиональной коммуникации. Тем более, не все эти исследования отличаются применимостью к современным сферам общества и, соответственно, требуют дополнительного научного анализа. Особо важным и актуальным на сегодняшний день и в современной ситуации нам видится разработка экспертного когнитивно-лингвистического сопровождения всех аспектов нормативно-правового регулирования цифровой экономики, среди которых весь комплекс задач, которые включены государством в программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Все указанное подчеркивает и определяет высокую актуальность и значимость предпринимаемых в этом направлении исследований, осмыслений и достижения максимальной эффективности профессионального коммуникативного взаимодействия специалистов сферы права в аспекте нормативно-правового регулирования цифровой экономики. Более того, разработка комплексной и многовекторной профессиональной коммуникации сегодня как никогда актуальна, поскольку она будет способствовать решению проблем, осложняющих решение стратегических задач государственной политики в области развития цифровой экономики. Будет способствовать построению моделей институционально-коммуникативного дискурсионного пространства. Именно с этой целью, как никогда прежде, становится важным анализ коммуникативно-дискурсивного пространства профессиональной коммуникации, в том числе с точки зрения бинарной позиции антропоцентров коммуникации. Специалист-специалист-специалист-специалист-дилетант. Нужно подчеркнуть, что комплексная разработка многовекторной модели профессионально-коммуникативного взаимодействия специалистов сферы права в аспекте нормативно-правового регулирования цифровой экономики имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, совмещая в себе передовые наработки исследования в области коммуниковистики, теории текста и дискурса, когнитивной лингвистики, прагма- и социолингвистики, юрислингвистики, юридической экспертизы текста и юридической техники в том числе. Не будем скрывать, что глубина и масштабность анализируемых и потенциально выводимых в рамках разработки подобной модели новых знаний будет способствовать развитию передовых направлений современного языка знания, а именно исследованию институциональных типов дискурса, дискурс-анализу, теорию практики когнитивного моделирования ментальных репрезентаций, теоретическому и прикладному терминоведению терминографии с одной стороны. С другой стороны, данное исследование будет чрезвычайно полезным различным исследователям, работающим в рамках современной когнитивной науки, поскольку оно обладает высоким уровнем фундаментальности, транспарадигмальности с точки зрения предпринимаемых научно-исследовательских процедур, а использование комплексного лингвокогнитивного моделирования коммуникативно-дискурсивного пространства, профессиональной коммуникации как инновационной методики параметрирования профессиональной деятельности специалистов в сфере развития цифровой экономики России доказывает новизну и валидность полученных при принимаемом исследовании результатов. Непосредственный процесс воссоздания действующей модели институционально-коммуникативно-дискурсивного пространства, профессиональной коммуникации в области цифровой экономики сопряжен с изучением широкого диапазона вопросов, касающихся коммуникативно-дискурсивного билингвального пространства, профессиональной коммуникации на основе материала русского и английского языков, что требует проведения комплексного социолингвистического конструирования, репрезентируемого профессионального знания, включающего лингвоконгективный, прагмакоммуникативный и дискурсивно-коммуникативный структурно-семантические аспекты. Не вызывает сомнений, что подобная разработка модели институционально-коммуникативно-дискурсивного пространства профессиональной коммуникации в области цифровой экономики и ее правовом регулировании будет способствовать дальнейшему теоретическому совершенствованию практической абрабации одного из наиболее востребованных в современном языкознании методов лингвоконгективного моделирования профессиональной коммуникации в региональных, в том числе, масштабах. Созданные в результате проведенных исследований электронные словари, заложенные в основу их структурирования принципы, помогут не только в совершенствовании основных постулатов научного социолексикографирования, но и будут способствовать более глубокому осмыслению понимания исследуемой сферы деятельности, а именно нормативно-правовому регулированию цифровой экономики, как учеными и специалистами, так и обучающимися в направлении подготовки. Тем более, что в рамках цифровой экономики с 2022 года принято решение на уровне Министерства образования Российской Федерации о внедрении в образовательный процесс на всех уровнях подготовки, по всем направлениям подготовки тех учебных дисциплин, которые будут прививать обучающимся, основы искусственного интеллекта и цифровые информационные технологии. Поэтому обучающимся по всем направлениям подготовки, смежным с правовой и цифровой сферой экономики, как раз будет полезно такое знание. Языковой материал, собранный в результате анализа нормативно-правовой базы цифрового регулирования экономической деятельности России, представленный в виде репрезентативных баз данных и корпусов, а также применяемые способы его многоаспектного анализа и структурирования, смогут заложить фундамент для создания последующих более развернутых баз данных на материале других языков. Созданные на основе полученных теоретических и практических процедур учебные пособия, методические разработки, касающиеся проведения обучающих мероприятий, а также использования при их составлении коммуникативно-дискурсивных, прагмакоммуникативных, ориентированных подходов, станут очком для дальнейшего совершенствования методики разработки материалов учебно-методического характера, как в обучении языку для специальных целей, так и соответственно в свалении технологий искусственного интеллекта и информационно-цифровых технологий. Как мы уже подчеркивали, широкомасштабное внедрение национальной программы по развитию цифровой экономики непосредственно связано с новым типом профессионального мышления, которое в свою очередь подразумевает и во многом основывается на внедрении в повседневную профессиональную деятельность принципиально нового понятина терминологического аппарата новой отрасли, цифрового права в частности. Несмотря на активное внедрение цифровых технологий во все сферы социально-экономической деятельности человека, в том числе и в правовую область, современный период характеризуется появлением принципиально новых технологических и организационно-управленческих вызовов, связанных с неопределенностью дефиниции новых ключевых понятий, не говоря уже об отсутствии полноценной нормативно-правовой базы механизмом регулирования, что неизбежно приводит к сдерживанию в развитии цифровой экономики и препятствует реализации, связанной с ней позитивных эффектов. Успешность вредения национальной программы во многом будет зависеть от разработки, апробации, внедрения тех новых понятий и концепций, и как результат видов деятельности, которые вовлечены как непосредственно в цифровую экономию, так и ее в описание, распространение тиражей вне различных категорий граждан. Если в 20 веке экономический рост государства зависел от управленческих технологий, то в 21 веке траектория развития экономики общества определяется цифровыми технологиями, которые уже значительно трансформировали модели деятельности в бизнесе и социальной сфере, актуализируя не только новые подходы, но и существенно изменяя осуществление различных коммуникативных моделей профессионального взаимодействия. Здесь нужно со всей ясностью заявить, что данные коммуникативные изменения, являющиеся неотъемлемой характеристикой современной профессиональной коммуникации, находятся сегодня только на начальной стадии. Профессиональная коммуникация как вид институциональной коммуникации подразумевает интеракции субъектов профессиональной деятельности в соответствии с относительно определенными устойчивыми моделями и алгоритмами. Основной целью профессиональной коммуникации является именно оптимизация профессиональной деятельности, достижение которой обеспечивается реализация частных целей в обусловленных формами коммуникации в жанрах данного дискурса. Пристальное изучение профессиональной коммуникации как отечественными, так и зарубежными исследователями обусловлено как экстралингвистическими, так и лингвистическими факторами. Экстралингвистические факторы включают стремительное проникновение профессиональных реалий, и свойственных определенным сферам деятельности во всей сфере жизни человека и фактах существования в тиражировании различными целевыми аудиториями как одной из наиболее важных сторон современного общества. Эксперты единодушны в признании того факта, что профессиональные отношения принадлежат сегодня к числу ключевых механизмов цивилизации и новые экономические социальные условия, подчеркивают необходимость повышения уровня коммуникативных компетенций всех участников профессионального сообщества. С этой целью предполагается и уже разработаны то же самое программы на уровне как Министерства образования субъектов федерации, так и на уровне Министерства образования Российской Федерации различного рода курсы повышения квалификации для преподавателей системы высшего образования по формированию у них тех самых компетенций, цифровых компетенций. С лидератической точки зрения профессиональная коммуникация представляется чрезвычайно интересным исследовательским объектом, поскольку изучение ее функциональной парадигмы и системы взаимодействия различных языковых уровней в процессе профессиональной интеракции находятся в самом начале его изучения. И здесь как раз открываются новые сферы для познания. Отметим, что несмотря на достаточное количество научных публикаций, посвященных текстовым, структурным, дискурсивным и иным многочисленным параметрам профессиональной коммуникации, комплексный анализ различных профессиональных дискурсивных пространств, связанных с правом, в том числе коммуникативно дискуссированного пространства профессиональной коммуникации в области цифровой экономики демонстрируют значительные лакуны, самая серьезная из которых мы считаем отсутствием целостного представления об этой сфере коммуникации. Здесь, конечно, важно помнить и тот факт, что важной характеристикой профессиональной коммуникации в области цифровой экономики является ее статусно-ориентированный тип, описывающий коммуникацию специалиста со специалистом, а также специалиста с неспециалистом, что, безусловно, имеет чрезвычайно важное значение для понимания когнитивно-лингвистической сути нормативно-правового регулирования в области цифровой экономики. Целостное системное понимание профессиональной коммуникации в сфере права и междисциплинарных сферах, таких как правовое регулирование экономического дискурса и опосредованное цифровой средой, требует тщательного изучения языка, в том числе выявления языковой специфики в сфере нормативно-правового регулирования цифровой экономики. Создание целостного системного представления о дискурсе правового регулирования цифровой экономики возможно, на наш взгляд, согласно принципу антропоцентризма. В рамках исследовательских координат «Человек. Профессия. Текст» с применением инструментария лингвоконгнитивно-логии, прагмолингвистики, социолингвистики, с одной стороны, с привлечением обширного эмпирического материала на разносистемных языках, с другой стороны. Всестороннее изучение языка, задействованного в реализации цифровой экономики, было бы неполным изучено новейших методов и моделей анализа текстов, применяемых в теории текста и дискурса теорий ментальных репрезентаций, функциональной лингвистики, теории коммуникации, прагмолингвистики, юрисфингвистики, юридической экспертизы текста и юридической техники. Полагаем, что эффективной методологической базой для исследования дискурса правового регулирования цифровой экономики является лингвоконгнитивное моделирование, направленное на всестороннее изучение когнитивных и дискурсивных механизмов того, как знания в сфере экономики и опосредования цифровыми технологиями получают лингвистическую репрезентацию, а также того, какую роль играет язык при категоризации, концептуализации экономических реалиях в цифровых измерениях. Более того, подобное моделирование, на наш взгляд, позволяет выявить и проанализировать систему определенных фреймов, связанных с конкретной сферой опыта человека и вербализирующихся посредством лексических единиц, которые номинируют объекты и действительность изучаемой сферы и отражаются систематические связи между последними. Именно лингвоконгнитивный подход, на наш взгляд, позволяет глубже проникнуть в суть языка и приблизиться к решению проблемы моделирования языковой способности человека и к объяснению того, как протекает формирование структурных знаний в процессе коммуникации. За последние десятилетия концепты модели моделирования нашли активное применение в самом широком спектре разнообразных лингвистических исследований. Моделирование, как способ конструирования и создания реальных объектов в условиях ноосферы, процессовое явление приобретает все более эпистемиологическую природу и становится синонимичным процессу познания. Как правило, говоря о лингвистических моделях, прежде всего, упоминаю о теории Хомского и его соратников о синтактических структурах, которые являются основной моделью для генерирования предложений. Сегодня нельзя не отметить тенденцию стремительного роста числа исследований, в которых моделирование произглашается основным исследовательским методом лингвистических и даже шире гуманитарных изысканий. Появилось большое количество различных моделей частных фрагментов, изучаемой языковой и культурной действительности, свидетельствует о том, что география филологических проблем заметно детализировалась. Стремительно развивается прикладная лингвистика, в рамках которой развивается огромное количество прикладных лингвистических моделей, как в традиционной компьютерной лингвистике, нацеленной на распознавание речи и обработку текстов, автоматические переводы создания поисковых систем, так и в достаточно новых лингвистических областях, таких как юрис-лингвистика, политическая лингвистика, бизнес-лингвистика. Центральным для всех этих работ является положение о том, что разработанные модели обладают большим объяснительным потенциалом. Они выступают явным подтверждением различных гипотез и имеют всеобъемлющий характер. И здесь нужно отметить, что на нынешнем этапе метод лингвистического моделирования используется не только при попытках структурирования знания, репрезентированного различными языковыми средствами, но и также для определения содержательной структурной модели. Принимая во внимание нашу основную задачу, следует сделать вывод о том, что в реконструкции комплексной многовекторной модели институционального коммуникативно-дискурсивного пространства правового регулирования цифровой экономики, мы полагаем необходимым отметить, что по крайней мере здесь важным остается три концептуальных вопроса и, соответственно, три области для исследования. Что представляет собой дискурс правового регулирования цифровой экономики? Каков процесс моделирования данного дискурсивного пространства? И какие результаты предполагается достичь при моделировании данного типа дискурса? Ну и полагаем, что ответы на данные вопросы являются тем фундаментальным основанием, на котором должна строиться в дальнейшем универсальная концепция институционального коммуникативно-дискурсивного пространства правового регулирования цифровой экономики. Спасибо. 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 Спасибо.